В последний месяц уходящего года в России вступают в силу законодательные изменения, которые затронут жизнь многих россиян. Это касается медицины, тарифов на электроэнергию, обязательной маркировки новой группы товаров и не только. Подробнее об этих и других нововведениях в традиционном обзоре корреспондентов Тверского проспекта. В понедельник 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Тем, кто не сможет или не успеет заплатить налог в срок, с 3 декабря начнут начислять пение за просроченную оплату. 1 декабря вступил в силу закон, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать гражданам займы со ставкой больше 1% в сутки или 365% в год. При этом максимальная сумма долга не должна быть более 200% от первоначального займа. В ноябре МФО запретили давать займы под залог жилья, даже если оно не единственное. С 1 декабря в России расширяются перечень продуктов, подлежащих обязательной маркировке. Теперь в списке духи туалетной вода, шины и покрышки, фотокамеры и фото вспышки, а также ряд товаров легкой промышленности, включая изделия из кожи, пальто, куртки и постельное белье. Обязательная цифровая маркировка призвана очистить рынок от контрафакта. К 2024 году в России создадут единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. С 1 декабря вступили в силу новые тарифы на электроэнергию, но действовать они начнут лишь с января 2020 года. Речь идет о минимальной и максимальной планке. При этом, собственно, тарифы будут устанавливаться уже на региональном уровне, но в пределах установленного диапазона. Цифры будут зависеть от того, какая плита, газовая, электрическая установлена в квартире или доме, а также от того, как распределяется использование электричества в течение суток. Для водителей зимняя резина станет обязательной, но не совсем, лишь в рекомендательном порядке. Дело в том, что такое требование предусмотрено общим для стран Таможенного союза техрегламентом о безопасности колесных транспортных средств. Согласно документу, наличие зимних шин в зимний период необходимо для легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 тонн. При этом на одну ось не могут быть установлены шины разных моделей. Тем не менее, дорожные инспекторы традиционно напоминают о том, что переобувать машину в холодное время года все равно необходимо. В интересах собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения, даже несмотря на отсутствие угрозы наказания. Заканчивается срок действия программы по реструктуризации ипотеки заемщикам, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Программа закончится 31 декабря. Сейчас проблемные заемщики могут обратиться в банки с заявлением на оформление ипотечных каникул. А с 28 декабря вырастут максимальные суммы компенсации, которые авиаперевозчики выплачивают за утрату багажам, причинению вреда жизни и здоровью пассажиров. Международная организация гражданской авиации увеличила пределы ответственности авиакомпаний. Продолжение следует...